В Твери возле музея имени Лизы Чайкиной на площади Славы состоялось торжественное открытие монумента, посвященного комсомольцам и молодежи Верхневолжья. Событие приурочено к празднованию 104-й годовщины со дня образования ВЛКСМ. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Это здание все жители Верхневолжья знают как музей Лизы Чайкиной, одной из самых известных комсомолок нашей области. Теперь рядом появился монумент, посвященный всем членам ВЛКСМ. На барельефах, украшающих стелу, отмечены самые значимые даты в истории организации. Года, в которые были присвоены ордена комсомолок. Первый орден за гражданскую войну, затем восстановление народного хозяйства, потом Великое Отечественное и так далее. Инициаторами проекта создания памятника являются ветераны комсомольского движения региона, в их числе почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, который ведет масштабную общественную работу. Вы помните, 50 лет тому назад мы открывали этот музей имени Лизы Чайкиной. Здесь было столько же народу, молодежи комсомольцев всей нашей Тверской области. И сегодня мы гордимся, что память о добрых делах комсомола сохраняется в наших сердцах. В этот пасмурный октябрьский день в митинге на площади Славы приняли участие не только ветераны комсомольского движения, но и юные тверичане. Ведь монумент посвящен не только ВЛКСМ, но и всей молодежи Тверской области, что было отмечено в приветственном адресе губернатора Игоря Руденя, зачитанном перед собравшимися. Сегодня молодежь Верхневолга продолжает традиции служения Родине. Мы гордимся воинами, которые сражаются с нацистами, отстаивая безопасность нашей страны. Ценим бескорыстный труд волонтеров, вклад в развитие региона молодых специалистов различных отраслей экономики и социальной сферы. Уверен, что для молодых граждан России важнейшим нравственным ориентиром всегда будут служить мужество, стойкость и самоотверженный труд комсомольских поколений. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. В Комсомоле состояли миллионы граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет. Тверская земля не исключение. Имена Елизаветы Чайкина, Вячеслава Ефимова, Тамары Ильиной, Алексея Севастьянова, Лидии Базановой и других героев Великой Отечественной увековечены в названиях улиц многих городов. Трудовую инициативу Вашневолоской текстильщицы, комсомолки Валентины Гагановой, впоследствии героя соцтруда, подхватила вся страна. В 80-е годы членами ВЛКСМ были более 200 тысяч жителей Верхней Волжи. Они участвовали в строительстве таких значимых объектов, как Калининская АЭС и Конаковская ГРЭС.